всем привет с третьей попытки я пытаюсь начать записывать это видео потому что у меня просто разрывается телефон всем что-то нужно вот и я хочу очень быстро сейчас вам рассказать о супер новинках от арту зора постараюсь показать все максимально без как сказать без затягивания быстренько чтобы вы представили насколько шикарные новинки и на этом мы закончим так с чего бы начать начну я не с бумаги а начну я с какие-то украшалки я вам уже показывала раньше да то есть то что приходило раньше там какие-то отдельные да сейчас я вам покажу вот такие штучки во первых вот такие же замечательные замечательные шильдики хендмейт вот смотрим посмотрим как они выглядят живую вот я купила 10 штук целых чтобы можно было на какие-то подарочки зимние да то есть которые я буду дарить вот можно было бы лепить такой вот хендмейт да а сюда я могу поставить свой штампик у меня есть наборный штамп с текстом да и я могу сюда поставить свой как бы ну как логотипчик что-то типа очень классно добротно сделано очень красивый с этой стороны глянцевые а с этой стороны такие ну не глянцевый в общем обычная бумажка очень очень прикольный так это такие штучки кроме этого вот такие еще шильдики на подарки там в новинках таких шильдиков любой вкус и цвет я если честно просто не могла как говорится выбрать и мне хотелось разорваться в итоге я взяла вот такие подарок от деда мороза и с что кому там и так далее да тоже очень дико клевые все это достаточно недорого поэтому я вот брала там тех 10 этих 10 да так шильдики на подарки к коллекции тепло новогодней ночи вот такие замечательные шильдики совершенно потрясающие очень в стиле этой коллекции и мне они дико нравится вот я взяла тоже наборчик себе так я взяла кроме меня никто не захотел поэтому я взяла 10 ну чтобы выкупить можно было вот такие наклейки они к сожалению глянцевые ну как ну не глянцы но такие подблескивают немножко да что жалко потому что если бы они были крафтовые это было бы просто бомба ну и так они очень прикольные с такими надписями такой зайчишка олень шишка синички еще олень в общем вот эти очень дико клевые я буду ими заклеивать все 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 подарочки в этом году вот супер просто далее бумага 15 на 15 у нас в закупке сложилось вот только на эту бумагу вот такой с елочками я взяла целых 10 листов очень нам не нравится и я если не придумала где-то ну то есть какой-то большой проект с ней то я просто буду не делать маленькие небольшие конвертики для каких-то подарочков мелочушек то есть вот такого всего да а внутри вот такие досочки очень натуральные досочки и мне очень рад что они такие но маленькие небольшими да вот жалко что эти листы не по 30 на не 30 на 30 потому что можно было бы что-то вообще такое совершенно чумовое придумать очень мне нравятся такие вещи так такие листики у нас и вот такие листики тоже очень новогодние с обратной стороны вот такая вязка тоже 15 на 15 вернее не 15 на 17 с половиной по моему да как заявлено у артозоров вот и таких я взяла себе на на 6 каких-то там или около того вот тоже дико дико прикольные очень здесь классно здесь как будто помятая бумажка супер так далее сейчас пойдут бумага полист на и она будет частично какая-то новогодняя частично не новогодняя и даже будут какие-то листы по моему вмешиваться старые то есть из прошлых коллекций я если честно не всегда знаю где новое где старая потому что некоторые листы такие очень похожи на старые какие-то коллекции вот поэтому поэтому как-то так в общем буду показывать так вот такой листик обрала его из-за этой стороны очень мне нравятся такие цветочки очень такой знаете винтаж винтаж да очень спокойный красивый принт и этот розовый конечно такой немножко ворвиглазный поэтому ну вроде как и сочетается так вместе да но с другой стороны этот все-таки лучше и интересней вот такие два листика взяла естественно эти новинки уже многие видели уже были в обзорах вот эти карточки вообще из этих новинок вот такого типа можно составить коллекцию потому что есть еще у меня правда не все я не все брала еще карточки были да такие как сказать крафтового цвета и были еще листы сейчас я вот пытаюсь найти да вот они я их нашла это я думаю что все в ту же так сказать степь все все туда же вот эти листы да потому что во первых смотрите перекликаются вот эти и вот эти вот вот эти вот эти треугольники да вот эти графичные плюс перекликается эта сторона очень перекликать я бы даже сказала да вот хотя в принципе коллекция так понимаю не было заявлено да это отдельные листы и в принципе ну не захотя там из новинок когда я искала новинки я нашла на листов 6 вот такой тематики я думаю что это может быть какое-то пробное у арт узора но я не думаю что они запустят коллекцию какую-то отдельную да то есть украшалками там со всем прочим мне кажется нет просто это вот выпустили и выпустили как говорится и потом сложат просто отдельные листы в такой набор который знаете неофициальный набор да когда вот но у них остается что-то да и они складывают и лист эти потом продают как набор вот в принципе такая ничего получилось много но я брала не из-за карточек я брала из-за этой стороны мне эта сторона очень понравилось она выглядит как будто знаете тиснение обработанная воском вот очень классно и я думаю что это я где-то буду использовать где-то обязательно так и вот этот лист таких я взяла только тут у меня три их вот тоже в принципе не нравится страна больше чем это но они обе в принципе имеют так сказать право на существование считаются между собой очень хорошо стороны далее помимо этого я взяла вот такие листики это такая классика тут клетка тут . и это в принципе вы знаете бывает куда-то надо нейтральный лист вот вам нейтральный лист подложки у клетков и на подложке нет но вот эта сторона на подложке вообще супер причем практически в любую бумагу ну кроме может винтажа какому-нибудь да просто серый с белым далее у них вышла практически коллекция несколько листов и мы взяли почти все всем покажу их один момент сладкий сожалению эта коллекция была у коллекции то эта бумажка была сфотографирована немного некачественно на сайте да и было ощущение что вот эта сторона просто серая ну там или белая непонятно в общем как-то то ли высветленно слишком то ли что но оказывается здесь совершенно очаровательный рисунок и вот здесь совершенно очаровательный рисунок здесь посмотрите какие красивые веточки да и если бы я знала что с этой стороны такой красивый рисунок я бы не взяла два листа как я взяла я бы взяла 10 потому что вот этот вот просто как бы очень классный этот чуть попроще такой но все равно а с этой стороны нас такой вот активный принт и кстати в этих точек тоже на фотографиях не видно этой бумаги и она выглядит более белый она такая все-таки серая до светло-серая а там она выглядит белый и чуть более такой ну простой что ли как бы в принципе не понравилось значит там было вот таких два листа вот то есть один такой один такой насыщенный с которым можно цветочки вырезать так и были еще карточки карточки конечно огромные вот они выглядят так карточки огромные но в принципе можно допустим например тоже поздравляем сделать меньше просто обрезать да и здесь можно все обрезать в принципе как бы она работает обрезание да тоже взяла 2 с обратной стороны такая точка который тоже не было видно на фотографиях в общем с этой бумагой арт-взор что-то немножко налажал с представлением так сказать новинок да и плохо показал далее это я так у нас тут тоже новинки вот такая классная бумага очень такая мне в моем стиле мне нравится такой очень закос под шебе с обратной стороны вот такие веточки я такая нежно-бежевого цвета да и на ней сирень и гортензии сиреневого цвета и даже лаванда еще есть вот таких я листов взяла всего три а теперь думаю почему ты надо было брать больше так далее вот такая бумажка еще у нас есть с этой стороны она такая с этой стороны вот такая отлично тоже типе он им красиво можно вырезать пионы с маками да я так понимаю здесь у нас вот а можно так оставить и где-то использовать где нужен крупный рисунок вот в принципе как бы тоже интересные листы это тоже я так понимаю что все новое так вот этот лист мне такое ощущение что это старая бумага у меня по ощущению что это прошлогодняя но у меня такой нету либо кончилось либо не было я затрудняюсь сказать очень мне нравится табаке и очень классная но я просто в принципе люблю баке да то есть и его хорошо использовать где-то знаете тоже когда вам нужно фоновый какой-то такой рисунок даже вот просто лист положить вот сюда на фон он будет шикарно выглядеть вот поэтому этих сила я побольше возможно будут тоже из них делать какие-то поздравительные конвертики так далее далее еще цветочки вот такие цветочки вот очень мне понравились они очень нежные с этой стороны ничего особенного просто лен такой как холща вот но вот эти цветы не очень акварельные я с удовольствием просто взяла вот четыре листа себе тоже куда-то буду использовать или даже больше нет четыре буду использовать весной уже наверное зимой наверное нет зимой надо зимние использовать так сейчас я вам покажу листы с которыми у меня случился epic fail опять по вине по вине арту зора потому что было очень некорректно сфотографировано я была уверена что это листы белые в коричневую точку и коричневые в белую точку она реально коричневым выглядит да то есть очень высветленно но на деле они черные они не коричневые и теперь я думаю куда мне девать столько листов да то есть черных белую точку если белую точку еще на могу использовать дата черную точно нет ну как бы это не мое абсолютно коричневый я могла бы да потому что коричневая она хорошо в таких натуральных каких-то работах до смотрится там такой вот но черная не знаю в общем тут как бриться арт уже налажал я не знаю что делать таким количеством листов теперь далее у нас пойдут карточки вот такие очередные карточки сиреневого цвета в принципе неплохие такие они рисованные то есть это не фото это все нарисовано выглядит выглядит очень очень неплохо с обратной стороны досочки вот лавандовые сны в общем как-то так далее у нас замечательная карта а с обратной стороны такие шикарные доски потрепанные вообще супер вот это подобрана очень по цвету классно и мне в принципе очень очень нравится надеюсь что и вам тоже вот это можно будет использовать как тревелах или просто в ежедневниках как просто листик вкладывать так далее вот с этими одуванчиками тоже получилась ситуация такая что на фото они выглядят на бежевом фоне это зеленый более теплый да то есть опять неправильная цветопередача при фотографии и в итоге немножко не так она выглядит и я в принципе порадовала что я взяла всего два листа потому что ну этот зеленый мне как-то ну не очень да то есть его надо либо тонировать не знаю чтобы он нормально выглядел либо что-то с ним делать далее еще вот такие цветочки эти по моему такое ощущение что они тоже не новые либо что-то очень похожее было да но они такие классные их тоже можно вырезать с обратной стороны такая полоска сиреневая вот и тут тоже я взяла много листиков так далее далее у нас совершенно чумовые досочки вот такие с бабочками это просто вот очень этот лист нравится с обратной стороны не менее классный он такой нежно-голубой нежно-бежевые такие доски потертые да то есть текстом вообще этот лист что с этой стороны что 100 и шикарный я взяла по моему сколько четыре но я думаю что в следующей закупке я еще прикуплю этого дела да потому что очень мне этот понравился листик следующий ли я пожалела что взяла только два это ноты теплая грамма и холодная грамма ноты вы понимаете что ноты всегда нужны когда вы занимаетесь каким-то найти микс медиа то есть везде подкладываются эти листы и даже просто вот так на фотографиях использовать да поэтому ну вот я что-то ступила взяла только два не понимаю почему надо будет это упущение исправить дальше у нас опять будет такие винтажные листики вот такие и опять у меня ощущение что я уже это где-то видела этот узор да но я не уверена сто процентов с обратной стороны вот такие вензеля такое знаете как старые обои очень интересный тоже узорчик вот и здесь тоже очень классно все можно даже вырезать в принципе вот это вот да как бы не обязательно оставлять в общем эти листы мне тоже нравится как-то арт узор в этот раз прям дал стране угля так вот такие еще доски прям доски в ассортименте с этой стороны вот такая стена заштукатуренная до забетонированная очень прикольная далее вот такие досочки с нанесенными на что похоже как будто это сделан декупаж да то есть это приклеены эти салфеточки гортензии очень красивые здесь прям очень очень вот с обратной стороны у нас вот такой просто горошек на таком не чисто розовом фоне а вот так увидите как будто ткань такая немножко вот тоже очень очень умилый и хорошо подходит обратная сторона к лицевой стороне тоже взяла много очень довольна этими листиками далее очередные деревяшечки с этой стороны у нас такие деревяшечки с этой стороны беленые деревяшечки деревяшек мало не бывает поэтому вы знаете что я фанатка деревяшек у меня прям в ассортименте они далее вот такой лист тоже такой знаете пионы такие потертые и с обратной стороны вот такой лист с письмом с нотами какими-то тоже очень интересный такого в серо-розовой гамме как-то очень удачно у них все сложилось в этот раз так и последний у нас листы по лесна вот такие вот крупные цветы которые тоже принципе можно и вырезать при желании вот а с обратной стороны такие доски я даже не знаю из-за какой стороны я взяла то есть либо доски либо цветы либо все вместе вот она хорошо смотрится вместе вот так что очень-очень вся бумага хорошего качества такая знаете вот ну берешь и чувствуешь что бумага хорошая кстати я забыла еще показать вам не бумагу вот такие наклеечки это коллекция новый она про наклейки похожи на прошлогодние но вот единственное что меняется не очень глянцевые прямо очень глянцевые вот видите да то есть к так очень лаком попали то и вот такие вот еще тут конечно они пожалели очень много свободного места но принципе цена такая знаете мизер да и поэтому не жалко как бы пусть пусть будет как есть так и теперь мы переходим самому интересному арт узор выпустил две коллекции к этой зиме вот такие вот одна называется со вкусом новогодних конфет а вторая тепло новогодней ночи я сначала думала эту коллекцию не брать не покупать когда она появилась но потом как то я знаете вот она когда вы видите ее здесь она не впечатляет но когда я открыла именно листы там на сайте да то есть фотографированные листы я поняла что я наверно все таки хочу эту коллекцию что он мне нравится помимо этого в этот раз в наборах у нас есть бонусы а именно у нас есть лист с карточками лист с резалками два листа с глиттером то есть 30 на 32 листа с глиттером в этой коллекции золотой в этой серебряный и у нас есть календарь и плюс еще бонус 2 листа наклеек самое смешное что в этот набор почему-то арт узор положил наклейки из этого набора а в этот набор из этого набора такая интересная в общем ошибка у них получилась да вот давайте посмотрим давайте сначала посмотреть тот набор который мне меньше нравится а потом я покажу вам своего любимчика итак давайте посмотрим что же у нас тут арт узор приготовил в этом году как-то не знаете ни шатка ни валка с весны а потом как выдали на гора кучу классной бумаги и новые коллекции и в принципе теперь их можно похвалить бумага без фольгирования двухсторонняя и вот здесь у нас значит такой календарь очень милые знаете такие советского времени рисунки но очень классные мне очень нравится мишка зайчишка белка дед мороз в общем принципе очень классный и помимо кстати дат есть еще пять карточек вот без дат да то есть на всякие пожарные видимо ну и плюс тут место видимо осталось вот так что и прикольные так этот у нас первый листик он такой вот с одной стороны просто полоска с другой стороны такая мишура красиво так далее такие доски с этой стороны еловые веточки карточки карточки вообще чумовые как сказала по моему таня что эту коллекцию добрать только ради карточек вот с обратной стороны точечка то есть даже карточки не односторонние что радует вот этот лист не очень понравился такой вьюга вьюга с обратной стороны вот такие звезды над лесом тоже шикарный лист этот лист очень нравится мне здесь елочки и вот такие звездочки или снежинки в общем как будто снег падает с обратной стороны опять вьюга только уже такая белая вьюга здесь у нас елочные игрушки с обратной стороны только зеленый лист такой классный знаете похож очень на северное сияние вообще просто шикарно снегири и красная точка всякие зверушки и зеленая точка теперь ночной лес со звездами все рисованное не фотографии поэтому тоже как бы есть свой шарм вот и тут у нас значит просто звездочки на таком бирюзовом фоне здесь у нас снежинки на бирюзовом фоне с обратной стороны бирюзовые снежинки на белом фоне опять вьюга в синих тонах и вот такой вот снежок на листе просто в полоску очень спокойные принты в принципе половину на половину да есть спокойные есть такие активные с обратной стороны практически всегда спокойные фоновый листик да поэтому принципе коллекция такая очень универсальная можно использовать где хотите и тут вот куча вырезалок очень классно что они не на белом фоне я прям у меня душа радуется с обратной стороны посмотрите какая прелесть как будто вымоченный в чае или кофе листик да и тоже не белый это просто бомба так и вот те самые наклейки из соседней коллекции вот да то есть очень красивые но никто и коллекции принадлежат поэтому я их переложу потом и вложена такая же карточка была тарт узор хорошего настроения и два листа глиттерных глиттер хороший вот ничего на пальцах нет да то есть не остается очень такой на ощупь очень мягкий не острый листы плотные град граммов 250 наверное будет может быть может 240 30 на 30 вот он такой на камеру выглядит почему-то зеленоватым но он такой насыщенного желтого золотого цвета да вот так как я с глиттером в принципе не работаю я себе один лист оставлю в каждой коллекции а второй лист я подарю саше потому что она их использует и она и найдет им очень достойное применение вот это у нас такая коллекция за зверюшками очень милая я не уверена что я буду прям делать какой-то альбом большой да из нее но что-то вот когда хочется поностальгировать сделать каких-то прикольных открыток мне кажется она вот сама сама то а а теперь мы переходим к бомбе бомба этого года я знаю что есть не любители таких такой бумаги когда фотографии фактически да то есть бумага это фотографии но дело в том что эти фотографии настолько классно подобраны настолько классная цветопередача вот посмотрите на все эти листы да когда они сложены все вместе но выглядит просто бомбически и давайте посмотрим теперь внутрь здесь кстати набор точно такой же да то есть 10 листов 2 листа с карточками 2 листа с глиттером календарь и 2 листа наклеек то есть ничем не отличается от той коллекции вот и здесь у нас вот такие вот календарные дни и плюс вот несколько штук тоже тут с надписями просто и пустых клеточек почему-то меньше их не так очень пустых чем там там было пять пустых а здесь только раз два три и четыре а вот 5 наверное до 5 тоже 5 так и смотрим дальше вот такой лист с елками это кстати между прочим тот же листик один в один только этот уменьшенный а этот большой и только сейчас это поняла блин как круто так и здесь у нас такая поленница очень все шикарно этот лист просто это вот знаете этот лист жалко тратить его надо просто повесить на стену картину да то есть пусть он висит тут досочки как водится здесь совершенно шикарный заснеженный лес идет снег с обратной стороны мои любимые боки синяя оттенок синего просто бомбически здесь белые досочки а тут вязка здесь печенюшки и опять вязка уже другая здесь опять печенюшки пипар кукас очень классные прянички так с этой стороны нас вот такой спил классный чем-то напоминает у саши видео лежит частенько ну такой кругляшок который знаете для используется как салфетка для стола да вот он тоже со спил вот мне почему-то напомнил совершенно шикарный цвет шариков мне такие кстати есть розовое золото а здесь какая-то шерстяка такое ощущение что это какой-то медведь только почему-то очень светлый еще печенюшки с обратной стороны синие досочки здесь у нас елки опять уже с шариками вообще смотрится как будто не знаю жемчуга золотого насыпали такое ощущение так и с обратной стороны вот такая вот у нас изморозь на окне просто просто вообще настолько классно подобраны фотографии да то есть я помочь это фотографии что-то ничего такого там не рисованного нет ничего составного да то есть нет наложения каких-то других фонов и так далее но как по мне так даже прикольно потому что такая бумага тоже нужно да и мне кажется кстати что эта бумага будет классно сочетаться с прошлогодней которая я не помню как называется которая самая моя любимая из которой я делал зимний дневник декабрьский дневник да вот и мне кажется что они будут хорошо между собой сочетаться и можно будет их разбавить и там бумага с фольгированием было дай поэтому будет прикольно вот здесь такой просто на синий бетон синий очень классно подобраны все тона поэтому все сочетается между друг дружкой очень классно так и вот такие карточки есть большие маленькие все надписи на русском есть такие как рамочки между карточками да то есть можно обрезать как с рамочкой так и без рамочки причем рамочка даже есть вот здесь по краю да то есть вот есть по краю и здесь она шире то есть предусмотрено что ее ровно по серединке разрезаешь и у тебя карточка получается с окантовочкой очень здорово так с С обратной стороны, кстати, карточки двухсторонние. С обратной стороны у нас здесь петон. Такие большие карточки. Вот такие, да. И с обратной стороны у нас тоже карточки. Вот это классно. С такими листиками. Елка с листиками. Вот. И здесь у нас были положены, как я уже говорила, наклейки из того набора. Вот они выглядят вот так. Обычные тоненькие наклейки, но все равно очень приятно, что это как бы бонусом идет подарок. Так. И два листа у нас глиттерных. Вот таких глиттерных листов. Что ж, показал я вам новинки. Я надеюсь, что вам новинки понравились. Так же, как и мне. Хотя сейчас еще осень, конечно, да. Но уже как-то, знаете, в воздухе пахнет Новым Годом. Я желаю вам хорошей осени, побольше творчества, спокойствия и здоровья. Главное, не болеть. Всем пока-пока.